Бронза международных соревнований. Воспитанницы Мирненской детско-юношеской спортивной школы поднялись на третью ступень пьедестала международных спортивных игр Дети Азии. Каковы же дальнейшие планы спортсменок? Смотрите в нашем следующем сюжете. Выступление якутских гимнасток на Детях Азии никто не воспринимал всерьез. С первых дней соревнований команды не было фаворитов. Ведь на помосте выступали титулованные гимнастки из Москвы, Сибирского федерального округа и Южной Кореи. А в сборной команде Казахстана и вовсе все были мастерами спорта. Девочки наши выступили очень достойно, уверенно. С первых дней соревнований, многоборья, упражнения с мячом начали очень хорошо, удивительно, хорошо, смело. Я уверена, что главный судья соревнований, Сиана Грибкова, сказала, что команда не была в фаворитах этих соревнований. Но наши девочки доказали, что и в республике есть хорошая команда. Из якутской девочки вернулись с бронзовыми медалями. Но до этого они провели полгода вдали от родных. С октября прошлого года спортсменки тренировались в Нижнем Новгороде. Мы узнали о Детях Азии за год до них. Начали готовиться здесь, а потом поехали в Нижний Новгород к главному нашему тренеру, это Татьяна Борисовна Гладкова. Конечно, трудно было очень. Сама эта подготовка, она была очень сложная. Впервые за 20 лет существования игр Дети Азии были включены в программу соревнований групповые выступления по художественной гимнастике. И поэтому было вдвойне волнительно попасть в финал. Здесь мирнинские спортсменки уступили гимнасткам Сибирского федерального округа и Казахстана. Все было напряженно, но мы пытались показать себя с лучшей стороны. Пытались не подвести наших тренеров, наш город. Все-таки Якутия. Ну, у нас это получилось. Главное, чтобы были тренера довольны. А если тренера довольны, то и мы. Впереди у спортсменок и тренера короткий отдых. Но уже с середины августа начнутся тренировки и подготовка к всероссийским и международным соревнованиям. Анна Винокурова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».